МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красная дорожка, киношная хлопушка и звезды большого кино. Многие страны принимают участие, и это всегда прекрасно и полезно. В Чебоксарах открылся седьмой международный фестиваль и уже начались конкурсные показы. Быстрее, выше, сильнее. Вы в этом бизнесе участвуете, на конкурсе участвовали, взяли объект, контракт заключили. Все четко должно выполняться. Когда чебоксарцы смогут покататься в новом ледовом дворце и оценить трассу для маунтинбайка? Секретные советские художники. Сейчас у нас первая региональная выставка в Чувашии, в Чебоксарах. В культурно-выставочном центре «Радуга» открылась выставка художников-граверов в госзнака. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его ждали все. В Чебоксарах стартовал седьмой международный кинофестиваль. Горожане и члены жюри уже успели оценить первые конкурсные фильмы. Их представляли исполнители главных ролей и режиссуры. Праздник большого кино вступил в свои права, а накануне состоялась торжественная церемония открытия. Дмитрий Ковалев побывал на ней и дотянулся до звезд. Обычно с таким аншлагом в кинотеатрах проходят только голливудские премьеры. Но похоже, что чебоксарцы соскучились и по картинам, которые в широкий прокат попадают крайне редко. Почетных гостей фестиваля, артистов и режиссеров у входа встречали десятки горожан. А оркестр прямо на улице исполнял известные на весь мир хиты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель жюри и его супруга заходили в зал вместе с другими зрителями. Журналисты едва не упустили их из виду. Но затеряться в толпе гостям все же не удалось. Одна из самых известных супружеских пар мирового кинематографа сейчас готовится к торжествам. В эти дни Глебу Панфилову исполняется 80 лет. На своем юбилее он собирается принять и коллег по цеху. Чебоксары планируют приехать и его сын Иван. Вообще, признается режиссер, дни рождения ему не раз приходилось праздновать вдали от дома. Хотя отмечать круглую дату именно в Чебоксарах он решался долго. Но на этом настояла Инна Чурикова. Конечно, я не предполагал, что свой день рождения в 80-е я буду встречать в Чебоксарах. Здесь, в этих краях первые. И вообще первый раз, мне кажется. А я была вот здесь на гастролях? Я не помню. Нет, мне кажется, не была. Первый раз в 80-е, понимаете? Страшно. Я эту цифру называю. А внутренне он во мне так все, знаете, подходит. Я эту цифру называю. Я эту цифру называю. Но в первую очередь супруги думают не о юбилейных торжествах, а о предстоящей работе. Члены жюри выбирают самый лучший фильм. В конкурсной программе этого года заявлено 12 кинолент. И все они, говорят критики, уже достойны наград. Но гран-при получит только одна. Хотя в этом году номинаций стало больше. На торжественной церемонии кому-то вручат статуэтки Ане, а кому-то призы от зрителей, прессы, блогеров и главы Чуваши. Новые творческие работы, новые фильмы будут приобщать молодому поколению прежде всего ценности духовные, ценности нравственные, российской культуры. Картины малых народов в этом году впервые участвуют в отдельном конкурсе. В Чубаксарах покажут 14 кинолент, снятых в Чувашии, Бурятии, Хакасии и даже в Якутии. Члены жюри отмечают. За этими картинами будущее. И только подобные фестивали могут придать новый импульс этой индустрии. Многие страны принимают участие. И это всегда прекрасно и полезно. И для вас, и для всех. И вот смотрите, как много зрителей, которые любят кино. Когда фестивалю дают старт, ударом киношной хлопушки к микрофону выходят конкурсанты. Первой на суд жюри и зрителей была представлена картина «Она». Главную роль в ней сыграла театральная актриса из Кирова. Это ее дебют в кино. Мы не приступали к съемке, пока режиссер не даст точных задач. Мы это не обговорим, не проработаем. И только потом, понимая то, что это для меня впервые, режиссер меня снимал. Наталья Исаева признается, это была по-настоящему непростая роль. Актрисе пришлось играть человека, совершенно не похожего на себя. По сюжету картины героиня переезжает в Москву к своему любимому человеку. Но оказывается брошенный на произвол судьбы. Эта мелодрама создавалась по мотивам реальной истории и произвела впечатление на горожан. Фильм очаровательный. Надо больше пропагандировать такие нам. Хорошая игра актеров все-таки, сюжет. Есть над чем подумать. В этом году фестивальные ленты решили повторять во время дневных сеансов, чтобы их оценили как можно больше горожан. Обычно на этих киносмотрах залы заполняются до отказа. Медель Ковалев и Антон Вовк. Республика. Быстрее, выше, сильнее. Этот девиз подходит не только спортсменам. Его стоит взять на вооружение и некоторым чебоксарским строителям. Сегодня глава Чувашии лично проконтролировал, как идут дела на строящихся спортивных объектах в столице республики. С ним отправилась и наша съемочная группа. Маунтинбайк или в переводе горный велосипед. Гор в Чебоксарах, конечно, нет, но все условия для занятия этим видом спорта в столице Чувашии скоро будут. Рай для велосипедистов создают в парке 500-летие. Овраги превратятся в велодром, кольцевую трассу с перепадом высот и зоной для пеших прогулок. Кроме того, здесь будут спортивные тренажерные залы, два бассейна, медицинский восстановительный центр, гостиницы и даже конференц-зал. Иными словами, будет чем заняться даже тем, кто не любит крутить педали. Обойдется такое удовольствие согласно сметной стоимости почти в 450 миллионов рублей. Строительство начато в 2012 году. На сегодняшний день практически освоено 30% от мощности, которую запускаем. В этом году надо освоить порядка 200 миллионов рублей. Республика пока выделила 10 миллионов, федеральное бюджетство 133. Мы надеемся, что все же республика добавит, для того, чтобы мы в зиму вошли с отделочными работами. Озвученные суммы – это то, что планируется выделить только в этом году. В предыдущую республику уже вложила в этот объект 55 миллионов. 32 миллиона выделили из федеральной казны. По контракту сдачи, вот в какой? Следующий год мы планировали где-то на деле республики сдать. Если мы с отделкой зайдем, в течение полугода… Как если? Вы в этом бизнесе участвуете, на конкурсе участвовали, взяли объект, контракт заключили. Все четко должно выполняться. Ну а этот объект должен начать принимать посетителей уже осенью нынешнего года. Это сейчас под моими ногами песок и глина. В недалеком будущем здесь появится лед. Это основная арена нового ледового дворца. Основная и тренировочная арена – 7,5 тысяч зрительских мест. Тренажерные и хореографические залы – стоянка. К ледовому дворцу приложил руку сам министр спорта России. Напоминание об этом буквально стоит перед глазами рабочих каждый день. Еще в июле 2011 года на месте строительства заложили камень. Однако сильного действия такое напоминание, судя по всему, не имеет. Из-за разных затруднений первоначальные сроки были сорваны. Хотим закончить все работы в сентябре месяце, а сдать объект в октябре. Основные строительные работы сейчас приближаются, так скажем, к концу. Хотя их, честно говоря, осталось очень много. Но работаем в ускоренном темпе. Чтобы вложиться в озвученные сроки, придется поторопиться, считают специалисты. А если не хватает рабочих рук, глава посоветовал в рабочую одежду переодеваться начальником и тоже вливаться в ряды каменщиков, маляров и штукатуров. У нас были вопросы и проблемы финансирования. Сегодня, с учетом принятых решений и правительством Чувашской республики, и государственным советом, мы развязали тот узел, который у нас был. И, в принципе, сегодня в графике работают обе подрядные организации, которые мы сегодня посмотрели. Эти объекты, они дорогостоящие. Но мы для себя приняли решение, чтобы создать соответствующие блага для наших горожан, для наших жителей. Как будут эти работы, глава Чуваши пообещал контролировать лично и приезжать почаще, без предупреждения. Ольга Пыречкина, Антон Вовк, Республика. 26 мая начнется жаркая пора для выпускников, пора единого государственного экзамена. В этом году в процедуру проведения введены несколько новшеств, которые не на шутку обеспокоили школьников и их родителей. Подробнее далее в сюжете. Единый государственный экзамен все больше похож на операцию спецслужб, шутят школьники. Доставкой экзаменационных заданий с этого года занимается фельдъегерская служба. Структура, которая транспортирует по стране документы государственной важности. Варианты заданий разработаны для каждого часового пояса отдельно. А каждый пункт сдачи ЕГЭ оборудован металлоискателями и камерами наблюдения. Мы относимся к этой мере достаточно беспроблематично, поскольку все это направлено на повышение прозрачности процедуры проведения государственной тоговой аттестации. И на то, чтобы каждый ребенок имел равные права. ЕГЭ – серьезное испытание для всех. И для ребенка, и для учителя, и даже для родителей. Причем последние обеспокоены больше остальных. Поэтому важную роль в подготовке играет именно психология. Специалисты рекомендуют мамам и папам ни в коем случае не нагнетать обстановку. Крепкие знания дают им спокойствие. И в нашей школе, например, очень хорошее психолого-педагогическое сопровождение детей. Разработаны памятки, как себя вести на экзамене, как собраться, как перестать паниковать. Это очень серьезно их поддерживает, наших детей и наших выпускников. Выпускник никогда не увидит в своем экзаменационном листе вопросов, которые он не изучал во время уроков. Проще говоря, школьной программы достаточно, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов. Главное – собраться и выложиться на полную. Но будущие абитуриенты все же подстраховываются. Я хожу только на курсы в университет и занимаюсь в школе. Ну, плюс самоподготовка, конечно. В этом году пошли навстречу ученикам, которые сдали экзамен неудовлетворительно. Теперь ЕГЭ можно пересдать в резервный день. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Одним из основных вопросов сегодняшней сессии Государственного совета стало утверждение проекта республиканского закона об исполнении бюджета Чувашской республики за 2013 год. Документ депутатам представила министр финансов Чуваши Светлана Янилина. Отчет слушала и наша съемочная группа. Бюджет прошлого года был изучен депутатами достаточно досконально. В течение прошлого года несколько раз сносились изменения, а уже в этом прошли публичные слушания. Доходы казны в 2013 году превысили 35,5 миллиардов рублей. Рост к уровню 2012 года – 7%. Увеличились поступления в казну от налогов на доходы физических лиц, прибыли организации и на имущество. А вот доход от акцизов снизился. Расходы республиканского бюджета исполнены в объеме 36 миллиардов 791 миллион рублей. На 95,5% плановым назначением. Неосвоение – 1 миллиард 738 миллионов рублей. Из них – 519,2 миллиона рублей не до поступления безвозмездных сигнований. В том числе 507,6 миллионов рублей от Государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с отсутствием фактически выполненных работ. Средства на эти цели в 2014 году уже стали поступать. Были также средства, которые не поступили по линии Минздрава и Минстроя. А некоторые трансферты пришли 31 декабря, когда освоить их было просто нереально. Все эти деньги будут использованы уже в этом году, а значит войдут в отчет за 14-й. Оценку бюджету дала и контрольно-счетная палата Чувашия. Была проведена проверка, исполнение бюджета и дано заключение. Исполнение бюджета происходило на фоне как роста, так и снижения основных показателей прогноза социально-экономического развития. Реальные денежные доходы населения в 2013 году увеличились на 5,6% пункта. Индекс потребительских цен снижен на 0,5% пункта. Вместе с тем, недостигнуты прогнозируемые темпы роста промышленного производства, отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами. Производство продукции сельского хозяйства и инвестиции в основные капиталы. Представители партии как поддерживали, так и критиковали бюджеты. В основном упор они делали на болевых точках, о которых открыто говорят в правительстве республики. Комментируя отчеты, они высказывали и предложения формировать бюджет, ориентируясь на развитие промышленности и привлечение инвестиций. Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика. Национальное телевидение Чувашия готовит к эфиру программу, в которой свое отношение к бюджету прошлого года выскажут депутаты всех партий, представленных в Госсовете Чувашия. А вот парламентарии Чебоксарского горсобрания депутатов только готовятся к очередному заседанию. Постоянная комиссия по градостроительству, землеустройству и развитию территории обсудила повестку дня. На ближайшем заседании депутатам предстоит утвердить отчет об исполнении бюджета 2013 и внести изменения в бюджет 2014. Кроме того, народные избранники намерены представить в Госсовет проект закона о статусе столицы. Помимо повестки, комиссия по градостроительству обсудила и профильные вопросы, в частности, итоги развития строительного комплекса Чебоксар. В общем и целом, по мнению председателя комиссии Александра Андреева, зодчи успевают в ногу со временем. И по воду жилья мы по-прежнему держим лидирующие позиции. Однако есть проблемы и серьезные. У нас было выездное заседание комиссии депутатской, где мы объехали несколько проблемных объектов. Нельзя сказать, что они влияют в целом как-то на город сильно. Но, тем не менее, мы хотим некоторым застройщикам дать понять, что так, как они делают, так делать нельзя. Когда они получают разрешение и делают проект примерно на 100 квадратов, а строят место 100 квадратов на 350 или больше. И самое главное, что они строят без разрешения на земле городской, которая им не принадлежит. Просто самозахват реально происходит. И мы хотим пресечь несколько таких объектов, чтобы застройщики понимали, что так делать нельзя. Мы хотим обратиться сейчас и в Минсрочевскую республику, и в Архстроенадзор, в прокуратуру. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Любительская игра в футбол закончилась трагедией. Вечером 19 мая в Чебоксарах умер молодой человек 30 лет. Что произошло на открытой футбольной площадке по улице Мичевного Павлова, сейчас выясняет следствие. По предварительным данным, вечером 19 мая во время игры в футбол со своими знакомыми на футбольной площадке по улице Мичевного Павлова в городе Чебоксара мужчина внезапно для окружающих упал на газон без сознания. Незамедлительно по сообщению об этом происшествии прибыла бригада врачей скорой медицинской помощи, которые стали проводить реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, мужчина скончался. В настоящее время проводится необходимое проверочное мероприятие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, мужчина скончался в результате острой ишемической дистрофии миокарда. В настоящее время с целью установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Весна в республику приходить не спешила, а вот лето, наоборот, наступило, не дожидаясь календарного срока. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха будет зашкаливать за 30 градусов. Однако спасаться от жары в Волге пока не стоит. Температура воды в Волге не превышает плюс 12 градусов. Кроме того, пляжный сезон откроется только 1 июня. С этого дня закупающимися будут предсматривать спасатели. В этом году в Щебоксарах будут работать четыре официальных городских пляжа – Новосельский, Центральный, в районе улицы Афанасьева и Левобережный. На них уже завезли новый песок. Разровнять его планируют к 23 мая. Идут работы по очистке дна, проводятся лабораторные исследования воды и песка. Кроме того, для безопасности горожан зоны отдыха оборудуют кнопками экстренного вызова полиции. А на Центральном и Новосельском пляжи установят камеры видеонаблюдения. Кстати, напоминаем, с этого года на пляжах запрещено не только распивать спиртные напитки, но и курить. Для тех, кто не может без сигарет, оборудуют специальные места за территорией пляжа. В Чувашском драмтеатре премьера спектакля «Горькая судьбина». В постановке заняты как маститы актера театра Вера Кузьмина, Нина Григорьева, так и молодые артисты. Действие в пьесе «Горькая судьбина» происходит в 1862 году в деревне Соковино. Крестьянин Питер Щекананий жил в Петербурге несколько лет, но связи с домом не порывал, и торгуя в столице разносом, все время заботился о благосостоянии дома и своей бездетной жены, которая значительно моложе его. Лизавета живет в достатке, но в течение последнего года она изменяет мужу с барином. Она очень актуальна, эта пьеса. Как было 200 лет назад, на заработки мужчины ездили наши мужья, и сегодня же такая же ситуация. Через какие испытания нужно пройти, чтобы сохранить семью? Существует много соблазнов в жизни. Как же пройти, устоять и не поддаться искушению? Вот об этом спектакле. Работы этих мастеров видел и держал в руках каждый гражданин Советского Союза, но их имена знали единицы. Их не принимали в Союз художников СССР, о них редко писали газеты, и за специфики производства не проводили выставки работ. Наша съемочная группа решила своими глазами взглянуть на работы художников-гравюров. В советское время сделано по стандартам госзнака означало высшую оценку качества. Каждая гравюра, как любое произведение искусства, несло в себе не только душу и индивидуальность гравюра художника, но и высокую технику исполнения. Я тогда пришла к маме и стала ее просить. Мам, давай, расскажи. Она долго сопротивлялась, говорит, а кому это интересно? А что рассказывать-то? Мы работали, мы просто работали, мы просто делали свою работу. Но и они подходили к тому, что это работа. Но в то же время работа, к которой она всегда приходила, говорила, какая же я счастливая, какая у меня интересная работа, как Юрка рисует, как Витька рисует. Это же вообще такой восторг, восхищение всегда этими коллегами. Экспозиция успела побывать в Дрездене, Берлине, Мадриде, Москве и Московской области. И вот теперь приехала к нам, в «Радугу». Выставка делится на два раздела. Работы старшего поколения, денежные купюры, марки и документы, их учеников, шаржи и карикатура. У присутствующих на открытии была уникальная возможность увидеть мастер-класс от известного во всем мире карикатуриста Владимира Мачалова, который также был художником-гравером госзнака. Карикатура рис всегда ищет объект критики. И в хорошем государстве обязательно должны быть критики. Они должны критиковать, кусать со всех сторон, чтобы царь-государь мог оглядываться и проводить политику, которая бы скорректирована, будем так говорить, политику. Вот для чего нужны карикатуристы. У любого секрета есть свой срок давности. Открытое общество работы является настоящими произведениями искусства. Ведь их художественное оформление оказало влияние на культуру целой страны и всего народа. Екатерина Кудряшова, Андрей Спиридонов, Республика. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин